Мы настолько нужны большой, мощной, вечно умирающей России и настолько нужны Западу, что мы никуда уже не исчезнем. Кто бы тут не был президентом, мы возмущаемся, когда представители комиссии выбирают дешевых, простите, а не дорогих. Почему не за тысячу долларов, а за сто? Я глубоко возмущен. Так нельзя делать. У нас в Кабмине трое власти. Что бы мы там ни подписали, Франция и Германия не несут ответственность за документы. На самом деле нормандский формат, встреча, окончится, будет посвящена большинство газовым вопросам. Нам нужен договор между государством и олигархами, конкордарт, что с этой минуты вы можете позволить себе только футбольные команды. Это Америка прошла, Германия прошла, все это прошли. Пройде, значит, и Украина. Пройду, можете не сомневаться. Вітаю всіх, кто разом із нами на Политека Онлайн. Я дякую вам за то, что вы доверяете нам и дивитесь нас. И сегодня мы спілкуемся с политологом Виктором Небоженком. Пане Викторе, вітаю вас. Здравствуйте. 2019 рік, буремный такой, интересный. Обрали мы нового президента, достроково мы обрали и новый парламент. Хотел вас запитать, откуда рукается наша страна? Куда курсует этот човен под назвой Украина? Ну, вы знаете, у политологов, давайте не с политологов начнем, а с, наверное, писателей. Есть такая книга «Игра в бисер». Я уже забыл, кто написал. Это я даю возможность нашим зрителям показать свою эрудицию. Они быстро скажут, что это Гессе написал. Так у Гессе там есть очень интересное выражение такое, филитонная эпоха. А это же страшное время, это послевоенная Германия. И действительно, вот если вы посмотрите культуру послевоенной Германии, про культуру мы говорим, видите, я политолог, говорю про культуру. Так там все было сумбурное, там были какие-то чревовещатели, там были какие-то карикатуристы. Там сплошной был 95-й квартал по всей Германии. И все возникало и исчезало. А параллельно шел процесс, который в политологии называется очень тяжелым словом «веймерская воронка», когда правый и левый сжимали друг друга, и это должна была быть вторая катастрофа Германии, или что-то другое. Это что-то другое воспринималось как что-то необычное, интересное, но не как катастрофа. А это оказался фашизм. Если возвращаться к нашему времени, очень часто я слышу от зарубежных политологов о том, что у вас веймерская воронка, а сейчас они говорят, да, похоже, что и филитонная эпоха. То есть необычные люди занимаются политикой. Но в политологии есть более скромный термин, хотя очень жесткий, он неприятный. Называется «эстетизация политики», когда поэты, певцы, писатели, композиторы, блестящие журналисты, боксеры тоже сюда относятся, потому что их берут не за результаты бокса, а за то, что они необычные, большие, фактурные, медленно говорят, еще медленнее думают. И это всегда приятно зрителям, потому что они говорят быстрее и быстрее думают. Вот это, конечно. И это тоже момент есть. Но, видите, Германия тогда ни один умный человек, ни Вебер, ни Зомбард, никто, кто там тогда, ни Шмидт, не подозревали, что это филитонная эпоха, это смесь смеха с абсурдом превратится потом в большую катастрофу. У нас этого тоже не будет. Это не потому, что я латентный, скрытый сторонник 95-го квартала или президента Зеленского и так далее. Он недавно пришел в политику, поэтому чувствуется, что очень многого не понимает и очень сложными вещами занимается. С тем, кто не до конца понимает, что это происходит. Но дело в том, что геополитический фактор играет на пользу Украины. Мы настолько нужны большой, мощной, вечно умирающей России и настолько нужны Западу, что мы никуда уже не исчезнем. Кто бы тут не был президентом, какие бы здесь власти не менялись, ничего здесь не произойдет. Никакого распада, никакого страшного такого. Будет медленно двигаться то, что должны были делать каждый новый президент. Традиция очень плохая. Каждый новый президент прикрывает, грубо говоря, задницу предыдущего президента, скрывает его криминальность и так далее. И использует идеологический и репрессивный механизм для утверждения власти. Вот Зеленскому предстоит поломать эту традицию. Минулого тижня, вот мы все говорили и подбивали певные такие подсумки, подсумовывали первые шесть месяцев Володимира Зеленского на посаде президента Украины. Это был достаточно такой интересный период. И международные визиты были, и первые кадровые решения. Вот как бы вы оценили эти первые тижни Володимира Зеленского на посаде президента? Давайте начнем с позитива. За что варто похвалить Зеленского, а потом перейдем и скажем про негатив. Я сам работал в администрации президента, поэтому я вам просто скажу, есть определенные закономерности. Сначала приходят друзья, окружение, те, кого вы знаете, а потом оказывается, что они не тянут. Они неплохие друзья, они неплохие профессионалы, но они не тянут масштаб и сложность проблем. В течение года все, кто сейчас у власти, ну процентов 60 до 80, обязательно поменяют свое место работы и исчезнут. Это объективно. Дело не в подлости там Зеленского, а в сложности задач, которые стоят перед страной. Поэтому все, кто сейчас получил эту власть, вы спрашиваете мне, кто лучше, кто хуже. Это все временные люди. Ничего страшного в этом нет. Это связано с тем, что президент наберет, соединится личность президента с проблемами страны, и ему придется решать. Либо он движется по течению, либо он заменяет, а за год он научится отличать уже болтовню или метафоры, близость какую-то, клятвы в дружбе. Вот то, что нужно делать немедленно здесь и сейчас, и при этом наступать, так сказать, песни себе на горло. И вот эти люди вот где-то сейчас только появляются. То есть я хочу сказать, что после Нового года к весне будет колоссальное обрушение нынешней кадровой структуры, и только после этого вырезается некая такая кадровая структура, на которую президент будет опираться несколько лет. Так что, если вы хотите в терминах позитива и негатива, нет. Я просто хочу сказать, что процесс идет естественным путем. Вы пригадали мне висловление Дмитра Гордона, який, говоря про президентство Віктора Ющенко, и про президента Ющенко, сказал наступное, что масштаб постатей Віктора Ющенко не соответствует масштабу тих выкликов, которые стояли перед Украиной. На вашу думку, масштаб постатей Зеленского, он соответствует масштабу тих выкликов, которые сейчас стоят перед Украиной. И мы знаем, какие у нас наиболее выклик? Нет, нет, абсолютно нет, но он делает важную вещь, которую Зомбард когда-то назвал творческим разрушением. Количество проблем, преград, сложностей, которые возникли в Украине, и не дает возможности сделать ни реформы, ни двигаться в уровне, такое большое, что кто-то должен взять на себя грязную работу по очищению в Гееве, конечно. Он просто даже не знает, что он, это хорошо, что у него нету легкомысленного плана реформ или еще что-то. Он просто запускает процессы, которые делают самоочищение Украины. Может ли он быть потом позитивным, я не знаю, но без этого тоже нельзя, просто нельзя. Вы говорите про то, что с настанением 2020-го уже там после Новоречья, я так розумею вас, відбудутся певные кадровые чистки, тобто нас очікує, можливо, изменится навіть и премьер-министр. Ну да, я просто рассказываю, что к этому времени у президента уже появится ясное понимание того, что надо делать и будет видно, какие люди за этот год-полтора уже способны это сделать. А пока он просто им верил на свал. Гаразд, ну это планы 2020-го у нас... Это же очень быстро, это же все... Это уже швидко, это февраль-марта, о чем вы говорите? Но встречи в нормандском саммите, вона відбудется швидше. Я вам скажу, что нам очень-очень повезло. Ни Путину это не нужно, ни Меркель это не нужно, ни Макрону это не нужно, ни Украине это не нужно. Формула Штаймайера, при котором мы верим насильнику и агрессору, что давайте сначала проведем выборы, ну во время войны вообще нельзя каких-то выборов проводить. Ну мы же не Ангола, не Мозамбик, не Африка центральная и так далее. А потом россияне якобы дадут границу, такого нельзя. Вот я вам скажу, в чем проблема. Минский формат это никуда не годится, потому что много лет назад, в начале 15-го года совершенно случайно в Женеве встретились очень быстро министр иностранных дел России, знаменитый, министр иностранных дел Украины, представитель Соединенных Штатов, Госдеп и ЕС. Вот настоящий формат, который решит судьбу нашей войны на Донбассе. Я не говорю про Крым, на Донбассе, я говорю нашей войны, потому что погибло 15 тысяч человек. Вот какой формат. Как только Путин понял, что он является частью проблемы, он тут же немедленно потребовал Лаврова, чтобы этот формат был уничтожен. И Лавров немедленно уехал в Москву. Но американцы успели зафиксировать, все подписали все, и через двое суток, на основании разрушения женевского формата появились санкции. Чтобы вы понимали, санкции родились из-за того, что Россия отказалась брать ответственность за свою авантюру в Крыму и в Донбассе. И тогда появился минский формат, когда нет уже России, а есть уже какие-то заместители России, только возвращаясь к нормандскому формату. Вот представьте себе, я напал на вас, а потом приходят люди, которые говорят, давайте мириться. А какую они функцию выполняют? Арбитра. А вот как бы, что сейчас делает? Что сейчас делает? Я сейчас, я просто показываю никчемность нормандского формата. И это хорошо. Потому что, возвращаясь к теме того, что президент еще не готов быть геополитиком и восточно-европейским толераном таким, понимаете, это очень даже неплохо. Суть заключается в том, что если бы Франция и Германия выполняла роль не только арбитра, когда разводят Украину и Россию, но и выполняла роль судьи, а Путин это не хочет. Но самое главное, выполняла роль гаранта. То есть, что бы мы там не подписали, Франция и Германия не несут ответственность за документы. Ну, а какой, мы говорим, успехи нормандского формата? И есть же другой вариант, когда Франция и Германия при наличии президента Зеленского, при наличии президента Путина, участвуют в осуществлении Мирного соглашения. Это вот такой вариант. Это что значит? Это значит западногерманские пограничники с овчарками первые появляются на границе. Вы представляете, это же не было с 43-го года такого. Это же здорово. Французы, имеющие колоссальный опыт миротворческих операций и военных администраций в Африке, заходят в тот же Донбасс и начинают осуществлять местное управление. А потом появляются украинцы вместе с ними. Вот это был бы мир. Но они же этого не хотят. Ни Меркель, ни Макрон, они же такие хитрые. Они говорят, мы вас мирим, но мы не несем ответственность за гарантии. Ну а в каком нормандском формате? Вы что думаете, бывший лидер 95-го квартала такой же тупой, что не понимает этого? Ну даже если ему там Ермак не объяснил, вполне возможно. Может быть ему не объяснил этот Богдан там или кто-то, или Пристайка. Но это очевидно, что какой бы документ и не подписал, он встретит сопротивление в Украине. И при этом получается, что ты проигрываешь на первое время. Еще документы жодние не подписаны, а сопротивление. Еще раз. Я говорю, еще документы жодние не подписаны, а сопротивление. Давайте пригадаем эти акции, не капитуляции, которые происходят в жевне месяце. Ну а что вы хотите? Люди боятся, что это будет какое-то очередное предательство. Ну я повторяю, нам повезло. Я вам сказал этот тезис. Франция не совсем понимает свою роль здесь. Она пытается играть общую европейскую роль. С каких это пор Франция, возьмите за 100 лет Украину, ну хорошо, 200 лет, вы увидите, что она никогда здесь не участвовала. Французский интерес, это было всегда Румыния и Польша. 1939 год и так далее. Все, никогда больше Франция здесь. И вдруг Франция на полном серьезе нас уговаривает. Ну хорошо, приведи сюда 20 тысяч человек, миротворцев, и сделай ту работу, которую мы не доверяем бурятам, не доверяем полякам, не доверяем этим белорусам и еще другим. То есть действительно, будьте миротворцами. Они не хотят этого. Поэтому дело не в готовности этого нормандского формата. А американцы только потирают руки, потому что без Соединенных Штатов, то есть Женевский формат, невозможно никакое мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной. Давайте пригодим, что сказал Дональд Трамп, встречаясь с Володимиром Зеленским, где что так перефразуемо, вовляв, Володимире седайте и домовляйтесь. Вы же знаете, какая ситуация у Трампа. Госдеп и то, что называется глубинное государство, то есть спецслужбы, ну на самом деле саботируют его деятельность. И уже два года. Они ведут свою линию, как будто после Трампа будет другой президент. Это хорошо видно. То есть Америка всегда гордилась многолетней стратегией. Она не может реагировать на политику Твиттер того или иного президента. Ну так устроены они. Поэтому Госдеп не сильно прислушивается. Как не мешает он начальству Госдепи, Госдеп по-прежнему считает Украину одним из форпостов американского влияния. И слава Богу. Это не потому, что я за Америку, а просто за то, что большие геополитические столкновения, не дают нам исчезнуть. А скажите, пожалуйста, чи не складывается у вас також таки вражение, что Володимир Зеленский, он просто одержимый оцей идеей встретиться с Путином, поговорить. И как раз сейчас есть разнообразные версии, или нет. Или, что будет встрече к ТТТ, почему не будет. Дмитро Писков, который прес-секретарем российского лидера, сказал, что встречи ТТТ не будут. Но в российских ЗМИ вот уже и сегодня появилась информация, что с верогидностью 90% можно стерегнуть, что и Володимир Зеленский, и Володимир Путин сможет поговорить тет-а-тет. Если, ну тут посмотрим, кто кого будет вербовать друг друга, но дело не в этом. Дело в том, что в Восточной Украине очень сильны позиции личности самого Путина. И для Зеленского действительно встреча с Путиным это своеобразная поддержка собственной репутации и рейтинга прежде всего в Восточной Украине. Это реальность. Это реал политик, с этим надо считаться. Во-вторых, все-таки Путин 20 лет у власти. И встреча с Путиным во всем мире считается некой привилегией, некой дипломатической удачей. И для Зеленского, конечно, это очень важно. Путин поэтому не хочет, потому что это получается, уже полгода Россия упорно нам доказывает, что нам не повезло с президентом, что мы выбрали кого-то клоуна, и вдруг президент Путин встречается и на полном серьезе разговаривает с президентом Украины. То есть в какой-то мере Кремль боится потерять лоск после встречи с Зеленским. Зеленскому надо поднимать международный престиж, а не Путину. И Зеленский это понимает. Вот я вам показал внутреннюю причину и показал внешнюю причину. Но не переживайте, Зеленский уже напуган. В нормандском формате Путин решил выдвинуть пакетный принцип. Это очень хреновый принцип. Но очень большая наша персонально-политическая удача Украины. Он заключается в том, что совпало три даты в мире. Абсолютно случайно. И Путин на них подозревал. 31 декабря. Раз. 31 декабря. Два. И 31 декабря. Три. Последнее это притеча Нового года. Тут мы с вами как бы сильны. Компетенции не надо. 31 декабря заканчивается срок временного соглашения по Донбассу. Действительно нужно на соглашение. И Путин требует этого соглашения. Более того, 31 декабря заканчивается срок действия Газпрома и нефтегаза. Питания газа. Да. И поэтому Путин делает очень тяжелый ход. Он требует, чтобы на нормандском формате обсуждался проблем взаимосвязки решения по Донецку и решения по газовому контракту с Украиной. И это и складовое этого пакетного принципа? Да, это поразительно. То есть я на месте бы Зеленского молил бы Богу, что ему выставляют такую сложную задачу, по которой у нас были сильные позиции. Пане Вікторо, конечно, что мы с вами тут не ворожим на кавове гуще, но тем не менее, чи можем мы окреслите певні оптимальні сценарии, не бажані, а хотя бы оптимальні, які можут быть в подсумку цієї зустрічей в нормандском формате, с чем Володимир Зеленский может повернуться до Украины, Запарижа, потому что тут, вы понимаете, и общество, и опозиция будут запитывать. Так с чем вы, пане президенте, повернулись? Вы же так хотели встретиться с Путином. Встретиться. Человек тридцать, который на самом деле заменит Минский формат. И собираться она будет где-нибудь в Хельсинки. Вена или Хельсинки. Вот чем закончится. Я не знаю конкретно столицу. То есть бюрократическое решение, то есть появится большая комиссия, это тоже некий компромисс между Украиной и Россией. Там будут и гражданские, там будут и военные, там будут и севлохи, там будут генералы, там кто угодно будет, понимаете? И вот это будет выдаваться в России и в Украине за некое продвижение вперед. И это действительно будет продвижение вперед. Но это не будет решение по Донбассу. То есть, если говорить о подсумке переговоров, стороны домовлятся. О создании большой, большой. То есть, что переговоры будут продолжаться, но уже в другом формате, за участие других участников. Ну, небольшой, но на высоком уровне и в очень большом контексте. Культурных, политических, экономических и так далее. Это тоже будет решение. Обычно в мире это называется бюрократическим решением проблем. Когда создается комитет, комиссия или еще что-то, а пока ничего не движется. Но зато одновременно будет решен вопрос по газовому договору Украины с Россией. Они нам предлагают отказаться от стальгомских решений и миллиардных исков. И плюс предлагают на год, потому что, сами понимаете, дальше начинается Северный поток-2. А согласятся на 5 лет. То есть, на самом деле, нормандский формат встречи будет посвящена большинство газовым вопросам, а не тому, ради чего он организован. Заразумело. Пане Викторе, кроме этой темы, хотелось бы говорить о том, что наразе и сегодня происходит в украинской политике. От своего рода таким, я не знаю, трендом, или не трендом, но все-таки политическим порядком деньным сегодняшней Украины стали разномоченные скандалы. Джокеры, пранкеры, вот эти листования, мессенджеры. Давайте разделим. Там, где работают спецслужбы, а наши спецслужбы не могут их нейтрализовать, всякие джокеры, эти прослушки, все эти. Это потом уже мы возмущаемся, когда представители комиссии выбирают дешевых проституток, а не дорогих. Почему не за тысячу долларов, а за сто? Я глубоко возмущен. Так нельзя делать. Ну что такое? Это тебе надо было так подниматься высоко в политике, чтобы находить женщину с ребенком, который занимается мелкой проституцией. Ну это поразительно, это падение сильное. Я тут иронизирую немножко, но кто-то же его снял из своих. То есть Кремль, а не румынская разведка, не польская разведка, Кремль активно использует черный пиар и свои возможности в Украине технические по собиранию материала для дискредитации действующей власти. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы массировать мозги и тело президента Зеленского. Да, да, это не нас с вами очищает. Это прежде всего показывает, что парень, ты не контролируешь ситуацию. Тоже неплохо, потому что это означает, что президент скоро откажется в спецслужбах от своих дружбанов, а будет иметь дело, если они не справятся с профессионалами, которые могут это нейтрализовать. То баканов да побачь. Не, может он справится. Я сказал, может он, может, он же тоже сейчас идет на страшные решения. Первых замов заменяет генералов и так далее. Я вам скажу, я немножко знаю работу спецслужб, это крайне тяжело. Это супер конфликты. Потому что за каждым генералом тянется огромные-огромные группки и группы, которые, ну, вот растворены. Это же очень сложные, очень сложные бои такие внутриполитические. Но тот вызов, который делают российские спецслужбы, дискредитируя украинский парламент и украинских политиков, вне сомнения заставит президент уговорить нашим службистам. Ну, покажите вы что-то мульти. А теперь внутреннее. Ну, вы же прекрасно понимаете, что набрали очень слабый человеческий материал в «Слуга народа». Очень слабый. Ну, более того, значит, дело не в том, что это начинающие барыги и люди, которые не подозревают о существовании 100 тысяч долларов, просто хорошие люди, задания не подозревают. Сочетание низкого качества человеческого материала «Слух народа» с управлением. У них на самом... Когда я вижу Арахами, он, наверное, прекрасный человек за столом, наверное, он великолепные тосты говорит. Ну, что там говорить? Ну, управлять... Ну, поверьте, я 25 лет занимался Верховной Радой. Был консультантом. А вот кровать такой великой фракции? Это очень... Это невероятно тяжело. Кроме того, дефрагментация фракции неизбежна. Дело не в подкупе там. Коломойским или там Ахметовым или еще что-то. Если у тебя 300 человек, следить за всеми очень трудно. Мужчины, женщины, все случайные пришли. И поэтому пока не сформировали... У них даже ядра еще нет. Это очень тяжело. Но это хорошо, что идет такая чистка. Люди понимают, что они пока не соответствуют то, что мы с вами начинали разговор, задачам работы высшим органами власти. Это же парламент. Я не верю, что в отличие от Порошенко, Зеленский старается унизить парламент до такой степени, чтобы выглядеть самим сам политиком. Нет. Он действительно надеется на то, что там сформируется мощная реформистская группа, которая будет помогать ему законодательством. Я не верю в то, что он заинтересован дискредитацией. Пане Вікторе, в контексте Давида Арахам'я, что у вас есть певные, знаете, особенности щодо его менеджерских... Только в этом. Это очень тяжело, 300 человек. ...фракцию. Мне пригадался один эпизод, который был связан с одним из наших гостей, который довольно часто приходит до нас в студию. Мы с ним общаемся. Он пришел и спросил меня, а про что мы будем говорить? Я ему предлагаю одну тему, другую тему, третью тему. И дивлюсь, у него такая певная разгубленность в очах. И я запитую, а вы не дивитесь новини, телебачения, не дивитесь, не следкуете? Он говорит, нет, я сейчас не следуюсь. Я говорю, а в чом проблема? Та ты понимаешь, я не могу сейчас следить за всем тем, что сейчас происходит в государстве. Я говорю, а чему? До меня приехала дружина, и я змушен следить за своей поведенкой. Розумієте? Вот такая вот история. Тим не менее, если мы будем говорить про парламент девятого скликания, про работу единого законодательного органа нашей страны, что вы можете сказать про первые месяцы работы нашего парламента, про тот турборежим, который был влаштован, и нужен был этот турборежим, или не нужен? Потому что сейчас мы чувствуем, что начебто уже такие силы уже не те, как на начале вересня. Вже дещо так. Если бы, я еще повторяю, если бы Зеленский и его команда готовилась к власти, то был бы хорошо разработанная стратегия и план выполнения этой стратегии. И по плану можно было включать любую скорость. То есть, если у вас классная новая машина, у вас классная дорога, и вы знаете маршрут, то можно двигаться быстро. Но когда у вас хреновая дорога в выбойных, машина в виде Верховной Рады тоже слабенькая, и вы еще не имеете маршрута, то на самом деле вы можете попасть в дорожное происшествие. Вот что может ожидать после Нового года Верховная Рада. Первый кризис, когда они скажут, ну что ж, тогда, значит, ну, перевыборы. То есть, пока они тренируются, пока они берутся за проблемы, последствия которых они не до конца понимают, но мы эту тренировку еще им как бы, ну, прощаем. Но буквально через несколько месяцев, если не будет полноценных решений, когда я говорю про полноценные решения, это те решения, которые понимают и бизнес, и политики, и население. Мы можем не соглашаться с этими решениями, но мы должны понимать последствия. А когда люди нам говорят, мы завтра уступаем по земле, откуда вы, горожане вдруг? Люди не понимают, до речи, люди не проинформированы. Да, вы прямо выйдете на телевидение, все 300 человек и объясните. А когда начинаешь человек спрашивать, я тоже с ними общаюсь, и они говорят, ну, нам сказали голосовать. Ну, на первом этапе это казарма, это молодые, как, новобранцы, но это же все заканчивается. После Нового года это уже должен быть полноценный парламент. Но самое пикантное, что они уже привыкают, им уже это все нравится, там, кто-то за тещу платит, кто-то уже сейчас, вы не забывайте, формируется много групп по дипломатическому туризму. То есть, да, это же очень приятно, когда тебя регулярно приглашают в Брюссель, и ты будешь Новый год встретить или после Нового года ездить, ездить и ездить. Самое худшее пока с Арахами и с Богданом в том, что не выделено некое активное ядро, за которым бы тянулись другие. Вот это очень плохо. Они пытаются просто управлять 300 человек, как будто это какая-то одноразовая компания, которая ведет какую-то работу, она получила какой-то грант. И она должна сделать эту работу. А нет, им придется 5 лет работать, и это, может быть, живое существо под названием парламентское, однопартийное парламентское большинство с сумасшедшей ответственностью. Зачем вы сделали однопартийное? Возьмите кого-нибудь. Голосы. Подпишите коалиционную угоду с голосом и разделите и разделите ответственность за еще однию политичную силу, которая вошла до Верховной Рады. Все, они этого не сделали. Да это человек из посады. И ничего бы не произошло. Это и есть политика. Они хотели консенсус. Мы смотрим в одну сторону, потом надо выбирать. Смотрите, как странно прошел недавно съезд. Слух народа. Он оказывается виртуальный. У них, кажется, ни одной партии организаций нет. Нет. Это плохо. Это такая у нас правлячая партия. Вот, это плохо, потому что, получается, и ответственности нет. А потом посмотрите, как повел себя президент. Это же должна быть президентская партия. Да люди должны молиться на этого человека. А президент не пришел на съезд партии. Правильно, потому что надо ставить им конкретные стратегические задания. А он не знает, в какую сторону повернется ситуация. Он себе говорит, ну давайте так. Два тяжелых мероприятия должны быть мне. Одно вы постоянно говорите, а второе не хотите говорить вообще даже близко, хотя я вам намекаю. Я шучу. Первое мероприятие нормандский формат, ему надо как-то пережить. Вот эту встречу 9 декабря с президентом, подписание договора и так далее. И второе, это Новый год. Но вот потом мы возьмемся и будем что-то делать хорошее. Вот у меня такое ощущение, что люди немножко устали и хотят передохнуть после двух этих мероприятий. Я говорю, почему после двух мероприятий? Потому что неизвестно, когда приедет очень странная группа под названием МВФ. МВФ, да. Ведь Зеленский все выполнил вместе с Богданом, а Рахами и Разумков здесь ни при чем. Они провели этот сумбурный закон противоречия о земле. То есть они имели полное право надеяться... Это еще друг отчитания у нас. Ну хорошо, но они имели полное право надеяться теперь и на шаг со стороны МВФ. А МВФ говорит, нет. Это очень плохо. Это очень плохо. Это означает, что МВФ доверяет президенту меньше, чем мы с вами. Вот что плохо. Он тоже говорит, ну я же сделал первый шаг. Это самый тяжелый шаг. Вторые, третьи и заключительные. Это уже ну как. Но это же действительно здорово. Я же, помните, начал разговор, что дело не в том, что он станет суперреформатором. Его задача растищет Авгееве конюшни. То есть он выполняет очень грязную и очень тяжелую работу, которую будут и вылупить и патриоты, и националисты, и левые, и правые и так далее. Но на самом деле барьеров столько, но согласитесь, за 10 лет сделано бывшими президентами. Он несет ответственность как минимум за трех президентов. За Ющенко, который имел страну, которая была готова идти на реформы. Ну вспомните. Реформатор, все. Олигархи, которые были готовы. Он вместо этого говорит, хлопцы, вас 7 человек, вы только немножечко, это вот рядышком со мной, и больше ничего. Они были поражены. А ведь они после 2004 года соглашались на реформы. Они согласились изменить свой статус олигархов на обычные транснациональные компании. А потом оказалось, что ничего страшного. Вот чем дело. И вот это все разгребает... Вы все поважные люди. Да. Не. И вот это все разгребает сейчас Зеленский. А он не знал об этом все. Может быть, он не пошел бы, если бы он знал, что ему придется теперь работать с последствиями Ющенко, с последствиями Януковича и с последствиями Порошенко. Он не сражается только с одним Порошенко, как все думают. Ну раз они там сражались на выборах. Ему приходится разгребать десятилетия. Даже больше. Зеленский так и не стал остаточным выроком для Порошенко, про что он говорил с сцены НСК Олимпийской. И я вам скажу почему. Не потому, что он только слабый, а потому, что одновременно это и наследие, повторяю, это вот, Януковича. Он еще вырок и Януковича не сделал. Никто же не сделал ему вырок. Все же люди его остались. Даже сейчас работают. Деяки повернулись до Украины. До речи, вот почему? Видите? Вот такая. Я вам говорю, вы говорите про Порошенко, а у нас еще хуже ситуация. Восстанавливаются те, но это не реваншизм. Может, реваншизма не будет. Я говорю, с геополитической точки зрения, Запад решительно стоит вопрос о серьезной перестройке, переделке Украины. Кто это будет делать? Зеленский или после Зеленского, или одновременно с Зеленским? Когда я говорю, одновременно с Зеленским, вы знаете, что через год, вы меня спрашивали, что будет через год. Обычно выступает первый чисто украинский конфликт. Он фундаментальный. Он идет с 91-го года. Вы извините. Это конфликт между президентом и премьер-министром. Пока его нет. Зеленский пошел самым простым человеческим языком. Может быть, так кривого уроги учат, или в 95-м квартале он выбрал слабенького премьера. Что такое слабенький премьер? Это премьер, не имеющий своей премьерской группы в Верховном парламенте. Вот это не в смысле, что он физически слабенький. А может, и не имеет каких-то политических амбиций? Ну так это слабенький. Премьер должен говорить, так, у меня есть политические амбиции, я делаю ставку на таких-то людей, но мы работаем с тобой вместе. Они должны были заключить договор. А вместо этого премьер сказал, я полностью подчиняюсь президенту. Ну, неужели Зеленскому был потребен премьер Тимошенко? Да, на полгода, для разгребания грязи? Да. Это 100%. Вот это Тимошенко было бы очень здорово. Да, она бы себя спалила 100%. Ее бы не намерило большое количество людей. Но она бы многое сделала. А это учится. А Тимошенко не надо было учить. Пане Виктору, вот те пости, дописы, которые мы видели в Facebook, которые написал Владимир Зеленский, адресовав этот допис Юлии Тимошенко, потом ответ Юлии Тимошенко. Это конфронтация, или снова таки игра? Просто политическая игра. Нет, это не игра. Это кто-то ведет, к сожалению, даже не Зеленского, а его окружение. Да, островумие, понятно, он легко решился на этот разговор. Кто-то деполитизирует их отношения. Создает некую личностную преграду в оскорблениях. А оскорбить женщину, грубо говоря, легко, как и ребенка. А она, соответственно, отрезала ему тоже очень сильно. Очень сильно. Дуже так. Ну да, теперь, кстати, всю жизнь на пенсии президента таскать за собой маленький белый пианино. Пианино. Тоже маленький белый такой, двое уже не поместится за ним. Кто-то создает преграду о возможном сотрудничестве между Тимошенко и Зеленским. Еще раз повторяю, если премьер Гончарук не станет сильным премьером именно в политическом плане, на который будет опираться ряд группы в парламенте, даже и в большинстве, и не начнет конфликтовать с частью людей в самом Кабмине, то судьба его тоже будет решаться. Открыто вам скажу. На самом деле, это не Кабмин. Там, тут Зеленский после Нового года, после физзарядки сделает, там прокатится на велосипеде, который ему подарил эстонский президент. Он вдруг поймет страшную вещь. У нас в Кабмине трое власти. У нас есть, как это вот? До речи, красный велосипед. Да, да, да. Как это называется в крупных офисах? Бэкфонд? Нет, фронт, фронт. Ну, то есть, некая репрезентация крупного. Вы заходите в офис, красивые женщины сидят, мужчины, и говорят, пожалуйста, давайте сейчас мы вас с вами переговорим и так далее. Так вот, он такой представитель, он элегантный представитель своей этой, без рукавочки такой, своем, он элегантный представитель Кабмина, красивый, я имею в виду Гончарук. А потом все министры и депутаты попадают к Маркаровой. Оксана Маркарова, министр финансов. Да, который говорит классическую российскую фразу, денег нет, крепитесь. Но вы держитесь. Да. И мой тень не говорит, мой тень смеется, она говорит это шесть раз в день. И при этом все смотрят, как она смеет с нами так говорить. А вот так, она хладит неделю. Потом приходит время, у кого-то забирают предприятие, он бежит к Авакову. Потому что у Авакова не деньги, не престиж, а сила. Поэтому на самом деле Кабмин сегодня состоит из трех Кабминов. А до речи, вот вы погоджуете, с думкой деяких ваших коллег по политологическому цеху, что Арсен Аваков є своего рода таким теньовым премьер-министром? Нет, я вам сказал. Маркарова больше за ним МВФ, а Аваков слабее МВФ. Вы же не забывайте, она же была правой рукой той самой Яресько, которая сделала нам так, что если Украина вылазит из дерьма, больше 3-4%, то она платит сумасшедшие долги. Это жестоко, это по-гитлеровски жестоко. Я никогда не думал от американки, американки украинского походжения, что можно вот так. Это то самое, что вы тяжело болеете, а когда вы начинаете выздравлять, вам каждый раз, чем вам легче, выставляется выше-высшая цену выздоровления. Как, наоборот, я же выздравляю, дайте мне возможность отдыхнуть. Нет, а мы так рассчитали ваши долги. Мы вам растянули дефолт надолго, на всю жизнь. Поэтому Маркарова в какой-то мере глубоко аморальный тип. Но, видимо, министр финансовый должен быть такой, потому что нужно, как мы сказали, 6-8 раз в день говорить, денег нет. Потому что если министр финансовый будет говорить, деньги есть, он больше не месяца... Нет, никогда, никогда. Пане Вікторе, на завершение нашей разговоры поговорим про фактор Игоря Коломойского. Игорь Кузьмин. И до сих пор не наезжает, несмотря на его 80 лет. А вот уже следующим президентом, Ющенко и так далее, пришлось уже что-то делать. Я президент и олигархи. Ющенко нашел выход с положения. Я отвечаю на ваш вопрос по Коломойскому. Нашел вопрос о Коломойске. Семь ведущих олигархов выставили ему какую-то жизнь и спокойненько правили страной. Потом приходит Янукович. Еще полгода он терпел Ахметова, а потом решил сделать Украину своим частным предприятием. Это плохо ему обошлось. Все олигархи объединились при всей общей ненависти и сбросили Януковича. Потом пришел Порошенко. Мало того, что он обманул олигарха Фирташа, но он еще решил стать президентом-олигархом. Это с политологической точки зрения, это возможно только в Латинской Америке или в Южной Азии до 75-го года. Этого нельзя делать. Нельзя соединять огромные деньги с огромной властью в стране, в середине Европы. Это невозможно. Он этого не понимал. Нет, он умом понимал. Были какие-то разговоры, не буду сейчас ссылаться. Но он умом понимал. И он говорил, я буду дистанцироваться. Но на самом деле это было не так. Поэтому сейчас стоит вопрос. Президент, любой президент, даже если ты родственник Коломойского, ты обязан быть в дистанции по отношению к олигархам. Поэтому, даже если Коломойский хочет управлять Зеленским, статус Зеленского не позволяет это сделать. Ничего не получится. Какие бы у тебя ни были компроматы на Зеленского, что бы ты там не управлял, страна, как живой организм нуждается в президенте, как неком эпицентре политической жизни. Хорошо, говорит Коломойский. Я из Израиля буду осуществлять политическую жизнь. А вот тут я возвращаюсь к тому, что сказал ваш депутат, что у меня жена приехала. Я должен следить за женой. Он просто не нельзя с Израиля, или Соединенных Штатов, или даже с Кремля, нельзя управлять целым государством. Да, есть. В 70-е годы Соединенные Штаты и Советский Союз придумали механизм такой. Это не аутсорсинг политический. Придумали такой. Он называется управление с посольством. Что это означает? Это означает, что в посольстве был практически кабинет той страны, где был контроль либо американцев, либо Советского Союза. То есть там был свой министр обороны, спецслужбы, экономисты, которые на самом деле управляли Анголой, Мозамбикой, или еще что-то. Но они непосредственно каждый день этим занимались. А местные князьки только отдавали честь. Но тут такого не получается. Поэтому даже если у Коломойского много времени, а я не верю в это, вы знаете, у него много своих проблем. Время, деньги. Время, деньги и дистанция. Он должен просто сидеть тогда в соседнем кабинете у Зеленского и быть вторым президентом. Это физиологически невозможно. Поэтому он либо обречен на дистанцию, либо на изменение олигархата. Нам нужен договор между государством и олигархами. Конкордарт. Что с этой минуты вы можете позволить себе только футбольные команды. Но не крупные каналы, но не политические фракции и так далее. Это Америка прошла, Германия прошла. Все это прошли. Ну просто они прошли сто лет назад. Пройдет, значит, и Украина. Мойте не сомневаться. Поэтому, и когда Коломойский говорит, ну я же патриот, я же домасон, я же хочу там реформ, давайте национализацию правильно, но это может сделать только президент. Ну никакой не олигарх. Ты можешь показать пример другим, но ты не можешь сделать это за целую страну. Поэтому неизбежно будет, ну если не конфликт, то по крайней мере дистанция. Либо другие олигархи ему скажут, либо Соединенные Штаты, которые сейчас подвесили его за 400 миллионов долларов на Денаверском направлении. Это же на самом деле они пытаются сказать то, что мы с вами сейчас разговариваем. Только американцы, они же не многословные. Они выдвигают компромат, и человек должен сам понять, что с ним происходит. Да, поэтому скорее всего это, скажем так, трагедия Коломойского, а не трагедия Зеленского. Он больше пострадает, чем Зеленский. Зрозуміло. Пане Викторе, я очень вам дякую за эту rozmову. Политолог Виктор Небоженко был гостем студии Политека Онлайн. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось и почуемось уже в наступных выпусках Политеки. На все добре.